Мы рассказываем о том, что произошло в Чите и Крае. Вы смотрите программу «Время Че» в студии Марина Лиханова. Здравствуйте! Не вернулись с вольного выпаса. В Забайкале участились случаи пропажи крупнорогатого скота. Деятели из скотского дела взяли, что называется, тепленькими. Их задержали в районе Александровки. Товарищи передвигались на Тойоте Ипсу. За рулем 43-летний чатенец и с ним трое пассажиров. В багажник и на марке деятели упаковали тушу коровы. Оказалось, добыча, квартет вез аж из Елизаветина. Там они с крупнорогатой разделались, загрузили тушу в машину и скрылись с места происшествия. Хозяина коровы полицейские уже установили. На подозреваемых же завели уголовное дело. Пока четверо мужчин в возрасте от 29 до 43 лет находятся в изоляторе временного содержания. У них изъято гладкоствольное ружье и машина, на которой они, собственно, и разъезжали по местным пастбищам. Более того, следователи выяснили, что мужчины не раз были судимы, в том числе за имущественные преступления. Мы неоднократно возвращались к трагическим событиям в Могочи, которые произошли 14 ноября 2014 года. Тогда отчим до смерти забил трехлетнюю девочку. Несостоявшуюся дочку он избивал за любую провинность. Доставалась и матери малышки. Однако та все издевательства терпела. Не трогало ее даже то, что у нее на глазах. Изувер истязал ее же дочку. В один день он так поколотил малышку, что ее просто не довезли до больницы. Девочка скончалась в карете скорой помощи. Суд над отчимом Изувером еще идет. Приговор ему пока не вынесен. Однако по этому делу возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность». Но уже в отношении сотрудника полиции, старшего инспектора по делам несовершеннолетних Могочинского отдела. Как сообщает надзорном ведомстве, правоохранитель знала, что эта семья состоит на учете. Однако никаких профилактических мероприятий не проводила. По версии следствия, до убийства девочки она в дом к ним не приходила, а значит оставила ребенка в социально опасном положении, что привело к трагедии. Более того, когда поступило сообщение об убийстве, инспектор, как считает следствие, попыталась скрыть свое бездействие. Она задним числом заполнила документы, которые подтверждали ее будто бы бурную работу в отношении неблагополучной семьи. Сейчас сотруднице предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по должности, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Могочинский районный суд. И к ситуации на дорогах. Края сегодня ранним утром на трассе близ села Маковеева произошла авария. Столкнулись Мазда Титан и Газель. По предварительной версии, водитель иномарки после долгой дороги уснул за рулем и выехал на встречные. Однако специалистам из полиции только предстоит разобраться в произошедшей ситуации. В пресс-службе УМВД добавили, что в результате пострадали пассажир Газели, девушка 90-го года рождения. Она доставлена в больницу. Сведения о диагнозе пока нет. Другая авария произошла накануне в Красночекойском районе. 21-летний водитель Toyota Camry врезался в настоящий на проезжей части во встречном направлении прицеп асфальтоукладчика. Выяснено, что у водителя нет прав. К тому же он сел за руль в нетрезвом состоянии в результате аварии с травмами госпитализирован 27-летний пассажир иномарки. Тем же днем в Оловянинском районе 39-летний житель Ангарска, управляя Хонда ЦРВ в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель и два пассажира, один из которых 5-летний ребенок, госпитализированы. И в завершении выпуска справочная информация отдел полиции Черновский у МВД по щите теперь располагается по новому адресу. Прежнее здание находится в аварийном состоянии, поэтому отдел будет располагаться в поселке Кадала по улице 40 лет Октября 1А в здании пункта полиции Кадалинский. С заявлениями о преступлениях и о происшествиях граждане могут обратиться как лично, так и по телефону. Номера сейчас указаны на экране. Также на территории КСК в 5-м микрорайоне 34-м доме будет работать отдел участковых уполномоченных полиции. Подразделение по делам несовершеннолетних располагается в здании администрации Черновского района. А у меня на этом все. Оставайтесь на Первом Независимом, будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова